Ушедшую неделю многие ангарские садоводы запомнят надолго. Проливной дождь шел несколько дней, вода в реке поднялась почти на метр. Вышедший из берегов Китой подтопил более 10 садоводств. Например, здесь, в СНТ «Утес», на многих участках вода стоит до сих пор. Перцы погибли сразу. Все ветки засохли. Перцы вялые. Это все надо уже, зелень не готовая снимать. Баклажаны я сняла вчера. Вчера баклажаны вообще все погибли. Помимо домов и огородов, существенный вред получили дороги внутри садоводства, а также подъездные пути. К примеру, в Ясной Поляне вода смыла берег прямо до проезжей части. Дачники забили тревогу. Сейчас жители прибрежной территории обращаются за помощью к администрации округа. В администрацию председатель ругается, просит, доказывает, но ничего не меняется. Впрочем, согласно местным нормативным актам, субсидии, направленные на помощь садоводствам, действительно предусмотрены. Например, в прошлом году дачники получили из городской казны более 7 миллионов рублей. Однако помощь выдается не наличными средствами, а в порядке возврата денег, потраченных на определенные виды работ и строго внутри границ садоводства. Предусмотрены возмещения затрат на модернизацию и ремонт инфраструктуры садоводств. Это системы электроснабжения, системы водоснабжения и внутренних дорог. В том числе и на соблюдение экологических и санитарных требований. То есть на строительство мусороприемных площадок и приобретение контейнеров. В размере не более 100 тысяч от суммы произведенных затрат. Документы на получение субсидий администрация начнет принимать 16 сентября. При этом восстанавливать погубленные урожаи, чинить постройки дачникам, похоже, придется за свой счет. В настоящий момент львиная доля риска жить на берегу реки лежит на плечах домовладельцев. Справедливо ли? Вопрос без ответа. Зато из окна вид удивительно красивый. Александр Бычков, Антон Бархатов, Дмитрий Швецов, Владимир Селиванов. Местное время.